как я решил тут заморочиться доброго времени суток приветствую вас на канале Дистилье сегодня у меня посленовогодний перегон перегонять буду спирт-царец виноградный и посмотрите как я решил тут заморочиться то есть я устанавливаю шлем медный снизу у меня будет полусфера вот такая медная сверху купол а внутрь устанавливаю фальш дно так как у фальш дна посмотрите очень тоненькие просечки я надеюсь что у меня получится гигантская тарелка ну не получится значит не получится ничего в этом страшного нет для придания более такого еще сильного медного эффекта вот сюда сейчас высыплю кольца вот и распределю по всей поверхности вот и надеюсь что значит данная тарелка будет работать вот далее соберу сейчас сверху оборудование покажу вам уже в собранном виде вот такая у меня получилась медная тарелка провальная не знаю будет она работать как тарелка не будет ну как минимум еще раз повторюсь для улучшения соприкосновения пара с медью этого уже будет хорошо все дальше сейчас устанавливаю купол вот таким вот образом будет стоять купол вот на куполе у меня будут размещены тарелочки вот и будем сейчас собирать получать готовый дистиллят аппарат собран вот в таком варианте значит сверху у нас холодильник далее идет аромаколона из четырех тарелок две медные две нержавеющие надо приобрести медные если все никак далее идет шлем в шлеме еще одна гигантская значит тарелка вот и далее куб и холодильник значит вместе с узлом отбора это все от люкста 8м ромаколона это у нас некий дополнительный аксессуар и шлем все значит ожидаем нагрева сейчас уже в кубе 81 градус вот верхней части шлема 16,6 температура начала только-только вот прорываться в шлем далее у нас не забывайте здесь же перегородка то есть пока прогреет перегородку там пройдут пары то есть пройдет время сейчас будет все это конденсироваться какое-то время далее потом запустится у нас колонна вот не забываем закрывать краник сейчас он будет закрыт для того чтобы у нас когда пары пройдут наверх не началось каплю падения то есть у нас должно поработать на себя все отбираем сейчас в данном случае хочу сделать такой ароматный дистиллят но который можно пить в чистом виде вот нет для бочки для бочки уже сделал предыдущий значит уже залил хорошо спирт сырец я залил в куб на самый верх и того получилось значит 36 литров объем спирта сырца крепость 34 и температура при этом 6,6 крепость кубе в таком варианте значит получается 39 литров процентов на количество абсолютного спирта 14 литров 110 миллилитров далее я расставляю таким образом значит 5 процентов голову 2 процента подголовья остальное буду уже на нюх ловить если будет интересный аромат то значит тут раньше начну обор тело обор тела если аромат будет мне не очень нравится значит больше тогда возьмем подголовье далее идет тело значит 9 литров 595 миллилитров бред хвостя 2 литра и хвосты не отбираемые полтора литра все сейчас ожидаем нагрева пары на ваших глазах начали прорываться шлем верхнюю его часть температура как видите растет и начал запотевать нижний уровень аромоколонны и потихоньку прихватываться начал следующий за ним уровень то есть у меня здесь два нижних это медь потом дальше нержавейка видно там да и верху тут тоже нержавейка зачем установил здесь вот диоптер другого формата значит из-за того что здесь есть возможность замерять температуру вот дальше у нас он не в узле отбора не предусмотрено не в колонии то есть здесь маленький диоптер у них очень узенькие бортики и здесь нет возможности врезать термометр поэтому термометр не врезан только вот в этом большом диоптере стал таким вот образом устанавливать ну и плюс удобнее с точки зрения видите здесь очень длинный доохладитель и чтобы он у нас не упирался сейчас из-за диоптера ровно видите расстояние диоптера если бы диоптера не было то штырь, ну как бы носик бы упирался бы уже непосредственно в шлем посмотрите пока я с вами разговаривал уже температура прорвалась на первый уровень и следом прорывается на второй и внутри то есть мне нужно сейчас уменьшить мощность мощность была три с половиной киловатта сейчас я уменьшаю вот здесь уже смотрите что низ за работу следующий тоже сейчас этот заработал вот уже этот заработал и осталось такое уже здесь мощность поставил пока значит вот видите здесь не видно 1700 ватт ну наверное чуть-чуть сейчас буду увеличивать я просто уменьшил чтобы сейчас уже все заработал вот смотрите капельки начинают падать сверху все пошло каплю падения из холодильника из нашего все заработало верхний уровень полностью заработал ну и все остальные так же работали я сейчас немножко увеличу где-то до 2 2 киловатта вот я поставил вот посмотрим как она будет ли справляться вот смотрите верхний уровень работает вот там следующий отлично все уровень полностью барбатаж отличный очень конечно интересно что у нас здесь работает работает работали наша тарелка скажем так ну тогда здесь нужно какую-то стеклянную вставку делать чтобы посмотреть но пока мы не сможем увидеть не знаю может быть камеру хочу прикупить которую можно опускать куда-нибудь мы все нее как-нибудь посмотрим не сейчас не в этот раз колония у нас семьдесят восемь и три вот я специально так установил тарелку чтобы у нас стекало не попадало на термометр нажала чтобы у нас не изменялась температура была более менее стабильная вот и сейчас даем поработать колонии на себя в течение ну хотя бы минут сорок пять после чего откроем сами потихонечку тут кран немножко совсем капельный отбор сделаем и будем отбирать голову прошло больше сорока минут температура в кубе восемьдесят четыре а колонии семьдесят семь и семь семьдесят семь и восемь вот давайте значит открываем по чуть-чуть краник чтобы у нас капельки первые закапали вот сюда вот хочу такую поставить капсулку стеклянную не знаю хочу подумать придумать из чего можно сделать можно было бы сделать из этих самых из шприца и старого стеклянного вот надо поискать по родственникам по соседям у кого где-то осталось нужно было бы сделать для чего капсулку хочу такую сделать чтобы видно было капли падения когда настраиваешь вот сейчас вот я пластиковую надзорку поставил стеклянная разбилась пластиковую поставил что из нее плоховато видно но видно в принципе сейчас нормальная скорость видите одна капля в секунду такую скорость примерно надо отбирать одна-две капли в секунду сейчас нормальная скорость так и оставляем все мощность на которой мы делаем отбор до 300 можно наверное больше но что-то я пока не хочу экспериментировать все дались не устраивает сейчас и по аромату по всему здесь ничего в обратку у нас идет температура 29 градусов нормально все все теперь отбираем отобрана уже пол-литра голов голов напоминаю должно быть отобрать 700 миллилитров плюс подголовье там что-то 200 с копейками вот то бишь значит еще пол-литра надо будет доотбирать сейчас я переливаю это в отдельную посуду значит где у меня там голову там для розжига и протирки вот и продолжаем отбирать значит температура температура в колонии 78,4 вот на ваших глазах переселкнулась и щелкнулась значит держалась долго 78,3 она сразу была 77,9 70 78 да вот потом когда я начал отбор голов она немножко приподнялась стала 78,3 сейчас вот переселкнулась на ваших глазах на 78,4 вот в течение отбора голов в принципе на короткой такой саргет из четырех всего дарелок пока отбор голов идет изменения такие возможны ничего такого страшного нет но когда уже закончим отбирать голову то температуру которая у нас будет на конец отбора голов она должна зафиксироваться и дальше мы будем отбирать уже именно пока не пойдет увеличение температуры колонн температура 85 градусов вот все меняю сейчас все сейчас меняю емкость вот и переливаю и продолжаем отбор это у нас меня звенит потому что работает сейчас система и шумит в принципе тоже поэтому это у нас автономная система охлаждения использую автономку продолжаем отбор да кстати как мне кажется работает все таки этот тарелка которая у нас здесь установлена потому что такой шум обычно такого шума нет ухо приложить нельзя потому что горячий купол но звук дополнительный идет как шелест так и так уже отобрано более 500 миллилитров тары то есть мы полностью отобрали сколько хотели я понюхал сейчас на аромат значит уже там идет такой спирт уже нету этих головных ноток то есть я сейчас меняю тару и увеличиваю подачу все поменяли тару и теперь открываем посильнее да сразу давайте посмотрим на температуру нафиксируем 78,4 теперь открываем посильнее вот так смотрите я делаю где-то 2 литра в час скорость будет все вот струйка увеличивается по капельному и более перешли на скрунку и все сейчас начинаем отбирать смотрите я перешел на отбор струйкой и температура чуть-чуть повысилась 78,6 но она сейчас зафиксировалась и все выше не идет то есть ее берем за такую стабильную температуру которая будет если дальше будет подниматься то надо уменьшать отбор крепость показывает 90 процентов то что нам нужно и аромат есть продуктов и в то тоже время чистый продукт все продолжаем отбирать и так смотрите в кубе сейчас 91 градус я на 92 поставил чтобы сработка была но чуть-чуть перешагнул 92 потом обратно на 91 и вот смотрите в верхней части температура стала подниматься уже 97 98 то есть начинают проскакивать хвостики уже хотя нижняя нижний диоптер еще пока не запотел то есть обычно когда начинают хвосты пробиваться начинает потеть нижний диоптер но пока он еще вот не запотел но температура немножко поднимается 78 и 8 я не буду рисковать не хочу там если бы зерновые были можно вообще немножко там поприхватывать но фруктовый весь аромат идет в начале они в конце поэтому значит я сейчас буду закругдаться 10 литров отобрал и буду сейчас подбирать предхвости для того чтобы потом сделать рептификацию ну что встречаемся на дегустации итак пришло время дегустации нашей виноградной водки которая у нас получилась с помощью шлема и арома колон расстояла уже на 2 недельки у нас в стекле вот разбавлено абсолютно как видите прозрачный напиток получился вот чистенький ароматники вот давайте посмотрим вообще как как он показывает вот в стекле посмотрите какие ножки видите как прям тяжело так сползает напиток по стеночкам прям такими плотными ножками такими течет вот ароматика очень приятная но не вычурная давайте попробуем на нюх и потом на вкус да вот аромат приятный спиртуозность не бьет в нос то есть спирта не чувствуется чувствуется фруктовые нотки наверное винограда не так уж много нельзя сказать что прям вот если кто то не знает кто то понюхает вряд ли скажет что это прям виноград хотя вот знаете все таки ощущение вот это вот виноградной косточки виноградной лозы но все равно присутствует и ощущается но конечно не так ярко как на прямотоке то что я делал перед этим вот на шлеме без аромоколон давайте попробуем на вкус очень приятный напиток мягкий слащавый прям знаете во вкусе такой вот виноградный оттенок идет именно даже вот во вкусе не на послевкусе а во вкусе в послевкусе чувствуется вот такая виноградная шкорочка фруктовые вот оттеночки такие но они такие очень легкие это именно водка все таки то есть это не чача это не коньяк это вот ну это именно такая вот водка получилась достаточно такой сильной очистки то есть вот кому больше нравится такие вот белые напитки там ну конечно этот напиток зайдет прям вообще но сравнивать с тем что у меня получилось на прямотоке конечно здесь не стоит давайте еще раз попробуем очень приятный слащавый такой напиток мне очень прям понравился это вот как раз то что нужно то есть предыдущее я залил в бочку а это вот как раз для того чтобы можно было в белом виде под застолье спокойно употреблять вот очень питкий такой будет напиток приятный с фруктовым вот таким вот с фруктовой ароматикой и вкусом таким вот интересным фруктовым ну а теперь осталось только закусить такой вот кавказской курочкой приготовленной по кавказскому рецепту а на этом на сегодня все подписывайтесь на мой канал в яндекс дзене подписывайтесь на канал в ю тубе всем приятного вечера до новых встреч субтитры